Собственно, это то, куда я забегаю просто пережидать дождь, потому что она такой сильная, у меня вот тут документики, но, так скажем, дождь будет переждан и все будет хорошечно. У людей разборки, но дождь закончился, это... О боже, ты это слышишь ведь? Это вообще, в общем-то, у людей разборки, тут люди спят, я иду по улице, вещаюсь с камерой. И, собственно, собственно, поздравляю, продолжаю идти, да, по улице, и так как сегодня была первая преграда, это наш дождичек, да, на улице. Вторая преграда, это у нас вот эти вот люди, ну, точнее, это не моя преграда была, это их преграда, то, что они начали там спорить рамсы. И все такое, так, сейчас, перебежим машину, перебежим, перебежим дорогу, я сейчас трясу камеру как бармен, да, 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 отлично. И, в общем-то, сегодня такая, такой будет разбеседон, ну, то есть, беседа, по тому, как у меня были различные жизненные преграды. Точнее, была одна основная, только шнурок развязался, нет, не развязался, на самом деле, все, машина Бибика на заднем плане была. Да, и у меня в жизни были, что же я так запухаюсь-то, в жизни были многие преграды, но одна, прям, самая важная, это страх общества. Не то, что же страх общества, я не боюсь страх общества, я боюсь делать что-то в обществе, вот. То есть, если нужно выбежать на сцену, я такой, пау, и все, и сразу. В основном это связано с теми делами, допустим, ты такой музыкой занимаешься, да, и ты такой очкуешь, или там что-нибудь снимаешь, и ты такой, оп, и все, и тоже разволновался, что аж сердце в пятки ушло, и все, и ты такой убрал свою камеру в карман, и все. Да, да, вот такой вот страх у меня раньше был, в основном это было чисто от тех действий, которые я делаю, то есть, для примера приведу. Я боялся перед соседом, так, окей, я боялся перед соседом петь. Мол, если я буду петь перед соседом караоке, то он скажет, Егор, ты что поешь? На самом деле, я его даже не уточнил по поводу того, что, что если я буду петь караоке, мол, что я буду, что будет, если я буду петь караоке перед ним? Я у него даже не уточнял этого, но у меня был все равно страх, мол, ну что он подумает, если я буду петь караоке перед ним в комнате? А я даже не подумал спросить. второе вещать на английском в комнате когда есть сосед тоже очковал не спросил поэтому я висел в тихую то есть сосед уходил там спортзал либо еще куда-то я помню один момент был это уже с караоке не с караоке связано с танцами я также танцевал джаз-дэнс я помню там песня была макарена и в общем была такая песня я помню отодвинул многие вещи да и в этот момент начал стримить как я как я дэнсю да это было в 2017 получается году начал стримить вот этот момент и в тот момент танцы вот этому карена и заходит как раз таки слышу то что поворачивается ключик замочной скважине у нас замочная скважина есть в комнате в общежитии и я такой сразу так сосед заходит я такой сразу начал все типа там и стрим начал это приглушать и музыка такой он такой это услышал о и такой заходит что веселишься я такой ну да спортивные упражнения делаю вот и даже спортивные упражнения иногда стрёмно делать при соседе было то есть мол он что-то подумает то что это просто в голове у меня тогда засела ничего все нормально да и я слишком много говорю да поэтому не стоит очковать таких моментов кстати виталий если ты это смотришь привет мой бывший сосед да не стоит таких моментов очковать все нормально уходит до раньше ты очковал но сейчас ты нормально готов побеждать готов ничего в этом стрёмного нет я наблюдаю то есть у меня после это сменился раз сосед был два сосед был то есть сейчас два соседа новых и совсем нет никакого страха перед ними что-либо делать говорить на на камеру на английском на русском да петь играть на музыкальном инструменте даже ложь его нет ничего такого и в том числе танцы и базар на камеру ну конечно это иногда немного так скажем при глуша етса в не в прям значимое значение но немного и собственно собственно какой выход из этой ситуации да я очковал раньше выход просто уточнить человека то есть если ты понимаешь что что мол ты не очень да в чем-то ты просто такой говоришь человеку мол или ладно вокруг люди доходят сперва пример человеком если ты живешь в общежитии там или еще там с родителями все такое говоришь мне бы мол давай назовем нашего человека антон допустим да вот антон почему-то у меня кстати антон из из подольска привет антон допустим это будет наш человек который который ты стыдишься да ты это ты и ты такой говоришь антону это наш человек антон мол я хочу петь или там танцевать но это у меня получается не очень и я этого стыжусь и особенно я стыжусь когда я танцую перед тобой ну то есть когда ты это видишь ничего страшно не будет если я потанцую просто я хочу развиться развиться лучше в этом направлении мне оно интересно мне прямо от души интересно это и было бы очень круто если бы я танцевал антон выход из этой ситуации он может тебе ответить нет нельзя ну ладно окей ты попытался это самое прям категорично нет но если ты высказал ему эмоции я думаю если он не совсем то он ответит в девяносто процент случаев иначе он скажет возможно да окей без проблем это твоя жизнь не делай что хочешь мне то что с этого он может вот так вот ответить это самый распространенный вариант так мне ответил новый сосед да когда я у него спросил по поводу того что если я буду так делать да он не так и ответил еще другой сосед он не ответил мол да тем более если ты будешь говорить на английском языке в комнате то я потяну свой английский то есть кто-то может к тебе присоединиться в твоем деле даже если ты допустим вот так вот скажешь и в общем то это выход из ситуации выход за пределы барьера вот такие вот пирожки а сейчас ним небольшой такой вот перерыв на книжоночку да мы переключались на книжоночку ты посмотрел что там было ага это была книжка которую я прочел в сегодня точнее не прочел я взял зашел в республику магазин и там просто полистал ее в общем то вот этот штукой трудности это источники тревог и вдохновение дата тревожишься но если ты расскажешь что возможно тебя будет вдохновение на что-то новое вот и такими вот финальными эпитетами красочными от этой книжке из торбакса из боже он что мертв нет мне кажется не он жив жив здоров и ты она есть будешь здоров поэтому пожалуйста развивайся улыбайся будь крут как грейпфрут как я это говорил раньше надо новую ритм рифу придумать мы идем рядом с вокзалом да вокзал пускай улыбок будет зал вот это вот сейчас тебе риф матч егор советует наставляет тебя на путь истинный если хочешь принимай если не хочет не принимай это твоя жизнь тебе решать тебе также решать там подписываться не подписываться поэтому хочешь кликнуть кликать не хочешь ну ладно тогда не кликайте кстати если один клик кстати сжигает долю калорий поэтому если не хочешь быть жердяем то я ну я сказал это такой а этот манипулятор что он делает да в общем-то спасибо большое за просмотр я надеюсь что тебе понравилось мои мой story telling прошлого что у меня было в жизни вот это души по этой истории с моим общественным барьером если хоть что-то новое то пиши в комментариях там потиск на сосиску как мы говорили раньше с тобой и и будь счастлив а выход из счастья все выход для того чтобы и счастлив нужно просто вот так взять и запрыгнуть на коляску спасибо до новых встреч косвок он